В округе прошло еженедельное оперативное совещание. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Подробности смотрите далее. За прошедшую неделю было 1500 обращений граждан. По данным обращениям возбуждено 58 уголовных дел, из них 51 раскрыто по горячим следам. Также было совершено 333 ДТП, из них 4 пострадавших. Традиционно открыл еженедельное оперативное совещание руководитель Люберецкой полиции. После о состоянии дел в сфере пожарной безопасности доложил начальник местного гарнизона Павел Иванов. Так, за прошедшие 7 дней пожарные совершили 32 выезда по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации трех пожаров на территории Люберец. Из мероприятий, которые проходили на прошлой неделе, также в течение недели оказывали помощь при проведении поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолета в Раменском районе. И обеспечивали безопасность проведения мероприятия «Масленица», это экипаж спасателей в городе Люберце у стадиона «Торпеда». Дмитрий Шумский, начальник управления ЖКХ, в своем выступлении отметил, что за минувшую неделю аварийных ситуаций на тепловых водопроводно-канализационных сетях не было. Также в своем докладе он коснулся вопроса капитального ремонта. Напомню, 2017-2018 год мы должны сделать по программе капремонта 183 МКД. Из них 102 МКД полностью завершены, остальные по плану до 1 июля 2018 года, это 81 МКД. Теперь по программе «Мой подъезд». Плановым заданием Московской области на 2018 год установлено 1325 подъездов для нашего округа. Мы приподняли планку, сейчас у нас по плану 1331 подъезд. Далее выступил Владимир Астахов, руководитель Люберецкого отделения Раменского подразделения «Мосавтодор». Он доложил, что за минувшую неделю в расчистке областных проезжих частей от снега участвовали порядка 50 единиц спецтехники и более 50 человек. Эту тему продолжил Егор Бунтин, начальник управления дорожного хозяйства администрации городского округа Люберце. Общее количество людей, задействованных в уборке, 207 человек, 82 единицы специализированной техники. Вывезено 18250 кубических метров снега с муниципальной сети. С региональной сети вывезено 14800 кубических метров снега. Совещание продолжил Виталий Богданов, руководитель Люберецкой службы 112. Он рассказал, что за минувшую неделю на единый номер поступили 8060 обращений. Кроме того, с докладом выступил и Владимир Сурков, председатель спорткомитета администрации муниципалитета. Он рассказал о спортивных достижениях люберчан. С 13 по 14 февраля в Москве прошел чемпионат России по самбо среди студентов. Люберецкая дзюдоистка велик Ксении из спортивного клуба «Авиатор» по итогам четырех сваток стала обладателем бронзовой награды весовой категории до 57 килограмм. В конце священия Владимир Ружицкий поделился с коллегами впечатлениями о прошедшей масленице. Он подчеркнул, что в этом году массовость праздника достигла небывалых масштабов. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.